здравствуйте уважаемые десятиклассники сегодня у нас 11 урок физики 3 четверти тема нашего урока потенциал проводники и диэлектрики в электрическом поле сегодня на уроке мы с вами познакомимся с понятием потенциала электростатического поля узнаем как ведут себя во внешнем электростатическом поле проводники и диэлектрики и решим несколько задач для начала давайте повторим некоторые термины электродинамика это наука которая изучает взаимодействие заряженных тел а также изучает действия создаваемого зарядами электромагнитного поля на другие заряды электростатика это раздел электродинамики изучающий покоящийся электрически заряженные тела сам же электрический заряд это физическая величина характеризующая способность заряженных тел к электрическим а как вы позже изучите их магнитным взаимодействием обозначается электрический заряд строчная латинская буквой q и измеряется в клонах в электростатики система считает замкнутой если в нее не входят заряды извне а также не выходят из нее наружу для такой системы справедлив закон сохранения электрического заряда и так замкнутой системе алгебраическая сумма заряда всех частиц остается неизменной математическое выражение закона вы видите на экране точечным зарядом называется заряд сосредоточенный на теле размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием до других тел или до рассматриваемой точки поля иными словами точечный заряд это материальная точка которая имеет электрический заряд основной закон электростатики закон кулона сила с которой взаимодействует два точечных покоящихся электрических заряда прямо пропорционально произведению модуля этих зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними формулу вы видите на экране здесь к это коэффициент пропорциональности который имеет следующее значение эта формула не указывает направление действия силы а только ее величину направление действия силы мы можем указать на рисунке электрическое поле это особая форма материи окружающие электрические заряды она является посредником в передаче электрического взаимодействия электрическое поле окружающие неподвижные заряды источники поля называется электростатическим то есть полем неподвижных зарядов силовой характеристика электростатического поля является его напряженность напряженность электрического поля в данной точке равна отношению силы f действующей на пробный заряд q внесенного эту точку к модулю этого заряда соответствующие определение формула вы видите на экране здесь е это как раз напряженность электрического поля она измеряется в ньютонах наклон или вольтах на нет электрическое поле наглядно изображается с помощью силовых линий силовой линии электрического поля называется линия в каждой точке которой касательная совпадает с вектором напряженности поля на рисунке вы видите силовые линии именно электростатического поля как вы видите эти линии Имеет начало и конец. Тут указаны случаи уединенных положительного и отрицательного заряда, а также двух взаимодействующих зарядов разного знака и одного знака. Поместим в однородном электрическом поле точечный заряд Q вдоль силовой линии. Вычислим работу, совершенную электростатическим полем. F – электрическая сила, равная произведению заряда на напряженность поля. S – путь, пройденный зарядом, равный расстоянию между заряженными пластинами. Таким образом, работа равна произведению заряда на напряженность поля и на расстояние между заряженными пластинами. Вычислим работу, совершаемую электростатическим полем при перемещении электрического заряда из точки 1 в точку 3. Работа в этом случае равна произведению модуля вектора силы на модуль вектора перемещения и на косинус угла, где α – угол между направлением вектора силы F и вектора перемещения заряда S. Из рисунка видно, что S умножить на косинус α равно D. Следовательно, работа электростатического поля и в этом случае равна произведению заряда на напряженность поля и на расстояние между заряженными пластинами. Предположим, что перемещение заряда из точки 1 в точку 4 происходит по криволинейной траектории. В этом случае траекторию можно разбить на малые участки и считать каждый участок прямолинейным. Если сложить работу на всех участках траектории, то получим A равно Q умножить на E и умножить на D. Следовательно, работа электростатического поля по перемещению заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории. Она зависит лишь от начального и конечного положения заряда. Работа перемещения заряда по замкнутой траектории, совершаемая силами электростатического поля, равна нулю. По действиям силы заряд движется в электрическом поле с ускорением. При этом его кинетическая энергия возрастает на некоторую величину, а потенциальная энергия, которая обозначается буквой W с индексом P, убывает на такую же величину. При обратном движении заряда, наоборот, потенциальная энергия заряда возрастает, а кинетическая убывает. Поскольку электростатическое поле действует на помещенный в него заряд силой, значит, оно сообщает заряду энергию. Энергетическая характеристика электростатического поля является его потенциал. Потенциал электрического поля равен отношению потенциальной энергии заряда в этом поле к величине этого заряда. Формула выглядит следующим образом. Строчной греческой буквой φ обозначен потенциал электрического поля, который измеряется в вольтах. W с индексом b это потенциальная энергия заряда в этом поле. Итак, потенциал это скалярная алгебраическая величина. Он может быть положительным и отрицательным. Условились считать потенциал поля, создаваемого положительными зарядами и источниками. Положительным, а потенциал поля, создаваемого отрицательными зарядами и источниками, отрицательным. Чем ближе к положительному заряду источнику и чем дальше от отрицательного располагается точка, тем выше ее потенциал. Потенциал поля точечного заряда в данной точке поля прямо пропорционален модулю этого заряда и обратно пропорционален расстоянию от этой точки до заряда. Итак, формулу вы видите на экране. Существует также величина, которая называется разность потенциалов или по-другому напряжение, которое, как вы помните, обозначается заглавной латинской буквой У, между двумя точками электростатического поля. И эта величина равна отношению работы перемещения заряда из одной точки поля в другую к величине этого заряда. Вещества, по которым электрические заряды могут перемещаться, принято называть проводниками. Те же вещества, по которым не могут перемещаться электрические заряды, называются диэлектриками. В проводниках часть электронов образует электронный газ, способный переносить заряд. В диэлектрике практически нет свободно перемещающихся частиц. В природе существует много веществ, обладающих способностью проводить электрические заряды. Хорошими проводниками, например, являются все металлы, водные растворы солей и кислот. Примерами хороших диэлектриков являются янтарь, стекло, эбонит, резина, шелк, пластмасса. Итак, потенциал заряженного проводника, полого или сплошного, все равно в любой точке внутри него такой же, как на его поверхности. Эквипотенциальная поверхность – это геометрическое место точек, равных потенциалов. Отметим, что внутри поверхностно-заряженной сферы электрическое поле отсутствует, поэтому напряженность там в каждой точке равна нулю, тогда как потенциал не равен нулю. Это свойство проводников. Вы знаете, что в металлическом проводнике, внесенном в электростатическое поле, возникает собственное поле, компенсирующее действие внешнего поля. Следовательно, поле внутри металлического проводника отсутствует. Убедимся в этом на опыте. В кювету с жидким диэлектриком и взвешенными крупинками манки поместим два плоских электрода и зарядим их от двух полюсов электрофорной машины. Мелкие частицы располагаются строго между электродами. Внутри же металлического кольца расположение частиц не изменится. Следовательно, электрическое поле внутрь кольца не проникает. Кольцо экранирует внутреннее пространство от внешних полей. С помощью двух разноименно заряженных пластин создадим однородное электрическое поле. Поместим в это поле металлический шар. На поверхности электронейтрального проводника, помещенного во внешнее электростатическое поле, происходит перераспределение электрического заряда, называемое электростатической индукцией. Свободные электроны под действием электрического поля перемещаются к положительно заряженной пластине, поэтому вблизи отрицательной пластины возникает избыточный положительный заряд. Внутри проводника создается собственное электрическое поле, направленное навстречу внешнему полю. В равновесии движение свободных электрических зарядов прекращается, что свидетельствует об отсутствии электрического поля внутри проводника. Напряженность поля внутри проводника, помещенного в электростатическое поле, равна нулю. Заряды, сообщенные проводнику, располагаются на его поверхности. Линии напряженности электростатического поля перпендикулярны поверхности металла. Диэлектрик, помещенный во внешнее электрическое поле, поляризуется под действием этого поля. Давайте запишем следующее важное определение. Диэлектрическая проницаемость среды, эпсилон, это безразмерная физическая величина, характеризующая свойства изолирующей среды. Она связана с эффектом поляризации диэлектриков под действием электрического поля. Величина эпсилон показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, чем в вакууме. И находится по следующей формуле, где Е0 это напряженность электрического поля в вакууме, Е это напряженность поля диэлектрики. Когда мы записываем формулы для закона Кулона, напряженности или потенциала электростатического поля, в случае, если точка находится в диэлектрике, мы должны формулы преобразовать к следующему виду. Теперь в знаменателе содержится диэлектрическая проницаемость. Полярный диэлектрик состоит из полярных молекул, диполей. Примером таких диэлектриков является вода, аммиак, угарный газ. В отсутствии внешнего электрического поля, диполи расположены хаотично и только совершают колебательные движения около положения равновесия. Поле внутри диэлектрика отсутствует. Создадим внешнее поле. Под действием этого поля, диполи разворачиваются вдоль силовых линий поля. При этом происходит пространственное перераспределение зарядов. Этот процесс называется ориентационной поляризацией диэлектрика. В результате этого прераспределения, внутри диэлектрика создается собственное поле, которое направлено навстречу внешнему электрическому полю. Таким образом, напряженность поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме. При нагревании, степень упорядоченности расположения диполей из-за роста скорости теплового движения уменьшается. Поэтому при увеличении температуры, наэлектризованность полярного диэлектрика уменьшается. Неполярный диэлектрик состоит из неполярных молекул. Примером такого диэлектрика является кислород, водород. Так как в неполярных молекулах центры положительных и отрицательных зарядов совпадают, то в отсутствии внешнего поля, электрическое поле внутри диэлектрика отсутствует, а молекулы совершают хаотическое колебательное движение около положения равновесия. Создаем внешнее поле. Под действием этого поля, молекулы деформируются и превращаются в диполе, выстраивающиеся вдоль силовых линий внешнего поля. Внутри диэлектрика возникает внутреннее поле, направленное навстречу внешнему полю. Этот процесс называется деформационной поляризацией. Таким образом, напряженность поля в неполярном диэлектрике меньше, чем в вакууме. Степень наэлектризованности неполярного диэлектрика не зависит от температуры. Решим следующую задачу. Разность потенциалов между электродами и электронной пушки равна 500 вольт. Определить скорость вылетающих из нее электронов. Давайте запишем дано. Напряжение или разность потенциалов. 500 вольт. Заряд электрона. Это его абсолютное значение. Как вы помните, обозначается буква Е, потому что это элементарный заряд. 1,6 на 10 минус 19 кулон. Масса электрона 9,1 на 10 минус 31 килограмм. Начальная скорость электронов равна нулю. Необходимо найти скорость вылетающих электронов. Приступим к решению задачи. Как вы помните, потерями об кинетической энергии работа поля равна изменению кинетической энергии. Но в нашем случае она будет равна просто конечному значению кинетической энергии, так как начальная скорость равна нулю, и значение кинетической энергии в начале также равно нулю. В нашем случае работу совершает электростатическое поле, поэтому А равно произведению заряда на разность потенциалов. Формулу для кинетической энергии вы также помните. Это половина произведения массы частицы на квадрат ее скорости. Подставляем выражение для работы кинетической энергии в первую формулу и получаем следующую формулу, откуда мы находим итоговую формулу для нахождения скорости. Она перед вами на экране. Повторяю, что вы можете производить расчеты самостоятельно. Итак, подставим числовые данные. Скорость международной системы единиц у нас измеряется в метрах в секунду. Нам осталось просто произвести вычисления. После того, как они будут произведены, будет получен ответ 1,3 на 10 седьмой степени метра в секунду. Итак, записываем ответ 1,3 на 10 седьмой степени метра в секунду. Следующая задача. Отношение заряда электрона к его массе, по-другому эта величина называется удельный заряд электрона, составляет 1,76 на 10 в 11 кг. Его начальная скорость в электрическом поле равна 1 на 10 седьмой метра в секунду, а конечная 3 на 10 седьмой метра в секунду. Электрон перемещается по силовой линии поля. Определить разность потенциалов между начальной и конечной точками перемещения электрона. Так записываем данную начальную и конечную скорость, удельный заряд электрона. Необходимо определить разность потенциалов между точками поля. Приступаем к решению. Опять-таки используем теорему о кинетической энергии. Работа поля равна изменению кинетической энергии. Массу, деленную на 2, мы выносим за скобку, как общий множитель. Работа опять-таки равна произведению заряда электрона на разность потенциалов. Приравниваем правые части этих равенств, получаем следующее уравнение. Отсюда мы выражаем разность потенциалов. Величина Е к М у нас составляет 1 целое, поэтому формулу оставляем в таком виде и производим вычисление. Итак, после того, как мы подставляем числовые данные, на калькуляторе это все сделать довольно легко, мы получаем следующий ответ. 2,3 на 10 в третьей степени вольт. Запишем ответ. 2,3 на 10 в третьей степени вольт. Или, если вы хотите, вы можете написать 2,3 кВт. Следующая задача. Точка Н отстоит от точечного заряда источника на вдвое большем расстоянии, чем точка М. Смотрите рисунок. При перемещении заряда из точки М в точку Н электрическое поле совершило работу 9 джоулей. Какую работу она совершит, перемещая этот заряд из точки М в точку на середине отрезка МН? Итак, приступаем к решению задачи. Нам дано начальное расстояние равно R, расстояние до второй точки 2R. Работа в первом случае составляет 9 джоулей. Необходимо найти работу во втором случае. Приступим к решению задачи. Как вы помните, работа поля равна изменению потенциальной энергии, взятой с обратным знаком. Или мы можем от начального значения потенциальной энергии отнять его конечное значение. Во втором случае мы можем воспользоваться такой же формулой, однако вместо точки Н у нас здесь присутствует точка С. Запишем формулы для значения потенциальной энергии через заряд и потенциал указанных точек М, С и М. И поэтому, подставляя эти формулы выражения для работы в первом случае, и во втором случае мы получаем следующее выражение. Однако сами потенциалы нам не заданы. Мы находим их по формуле потенциала поля точечного источника. Эти формулы вы видите на экране. Для точки М мы берем расстояние R, для точки М – 2R, ну и поскольку точка С находится между ними, посередине для нее мы берем расстояние 1,5R. Перенесем эти формулы на следующий слайд и подставим выражение для работы в первом случае. После упрощения мы получаем следующую формулу. И для работы во втором случае. После упрощения мы получаем формулу, которую вы видите на экране. Удобно взять отношение двух этих работ. После того, как мы подставим полученные формулы и сократим постоянные величины, мы найдем, что работа в первом случае в полтора раза больше, чем во втором случае. Таким образом, мы можем найти работу во втором случае. разделить 9 джоулей на 1,5 и получить ответ 6 джоулей. Итак, ответ задачи – 6 джоулей. Что же нам нужно знать после сегодняшнего урока? Какая физическая величина называется потенциалом электростатического поля? Что происходит с проводниками и диэлектриками во внешнем электрическом поле? Как модифицируется формула закона Кулона, если заряды находятся не в вакууме, а в некоторой непроводящей среде? Таким образом, сегодня на уроке мы с вами познакомились с понятием потенциала электростатического поля, узнали, как ведут себя во внешнем электростатическом поле проводники и диэлектрики, и решили несколько задач. Подумайте, пожалуйста, как обычно, как для вас прошел этот урок. Выберите для себя большой улыбающийся смайлик, смайлик поменьше и задумавшийся, либо маленький глубоко задумавшийся смайлик, и в соответствии с этим выбором проведите самостоятельную работу. Напоминаю, что вы можете смотреть уроки записи, а также просматривать уроки физики других классов. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!